Привет! Как дела? В продолжении рассказа о нашем с мамой путешествии в марте 2017 года по югу Англии сегодня я расскажу про наш второй город под названием Богнер-Риджис. Итак, напомню, что прогулявшись по городу Ворсинг, о котором я вам недавно рассказывала если кто не помнит, смотрите в этом ролике мы вечером сели в поезд и буквально за полчаса доехали до следующего города в котором мы сняли отель и переночевали там а на утро отправились гулять и так далее в общем-то и в общем-то и так далее в общем-то и так далее Кстати, по поводу билетов, меня часто спрашивают, во сколько же обходятся наши с мамой путешествия. До Ворсинга мы ехали час-двадцать минут, и билеты на двоих нам обошлись в 10 фунтов. А вот от Ворсинга до Богнер-Риджес мы добирались всего лишь 34 минуты, правда с пересадкой, и билеты нам обошлись уже в 16 фунтов. А обратно же из Богнер-Риджес до Лондона мы ехали час-сорок семь минут за 17 фунтов на двоих. Вот и считайте, где-то в районе 45 фунтов нам обошлось все путешествие на поезде. Плюс к этому мы сняли отель в Богнер-Риджес за 64 фунта. Это был очень хороший отель, Royal Norfolk назывался. Мне кажется, именно там жили богатые и знаменитые, в том числе и король Георг V, но об этом попозже. Итак, приехали мы вечером, сразу же заселились в отель, и именно этот отель мне запомнился тем, что в эту ночь у нас произошел инцидент. Где-то в 2 или в 3 часа ночи сработала пожарная сигнализация, а я как раз по тем временам хотела снять фильмы и владела информацией, как спастись в толпе, при пожаре, при наводнении, при крушении самолета, кораблекрушении. В общем, такие вот шаги изучала, что делать в экстренных случаях. И, в принципе, да, при заселении в отель или при посещении какого-то концертного зала я всегда стараюсь запомнить, где конкретно находится выход, и плюс к этому засечь дополнительные служебные выходы на случай пожара. Это основной из пунктов, который помогает спасти жизнь при возникновении задымления в случае пожара. А также самое главное условие при срабатывании пожарной сигнализации ни секунды не медлить, быстро собраться и практически бросив все вещи, выбежать на улицу в безопасное место. Что я и сделала. В принципе, так как мы заселились в отель, все вещи у нас лежали на стульчике и одежда висела в шкафу. Я быстро оделась, накинула пальто, натянула сапоги, взяла свою сумку и выбежала из комнаты. При этом, сообщив маме, что я пойду спущусь, спрошу на ресепшене, что да как. И если я не приду обратно через минуту, то чтобы она выходила. Но она немного помедленнее собиралась. И так как наша дверь практически находилась на выходе в общее фойе, и надо было спуститься со второго этажа на первый до ресепшена, добежать, я добежала, спросила. И администратор мне сообщил, что извините, произошла вот такая вот ситуация, кто-то закурил в номере. А в отеле было жесткое правило, никакого курения, иначе штраф там, по-моему, 250 футов. Но кто-то все-таки не сдержался и закурил. Поэтому весь отель был поднят на уши, ни одна я уже стояла на ресепшене. В итоге она сказала, извините, идите ложитесь спать, сейчас мы разберемся с этим номером. Ну и как бы на этом все и закончилось. Я прихожу, мама уже стоит готовая с сумками. Но, говорю, все, расслабься, сегодня кино не будет. В общем, вот так вот судьба дала нам такой шанс попробовать, испытать, как мы будем действовать в случае реальной опасности. Так что за две минуты мы бы с мамой обе были бы уже на улице. На утро мы проснулись, за окном шел дождик. Гулять в такую погоду вообще не хотелось, поэтому мы остались, по-моему, до 10 часов, когда у нас был выезд. Сходили позавтракали у нас в этом отеле, был включен завтрак. Вообще отель очень красивый, к сожалению, я его не сняла, только нашу комнату и завтрак. Интересные были интерьеры, мне они запомнились. И, несмотря на то, что дождик не проходил, ну там немного он моросил, у нас уже был чек-аут, и мы вышли гулять по городу в такую вот погоду. Богнер Риджис. Я, конечно, чисто по-русски называла его Богнер Регис. Ну, как-то мне было созвучно с музыкой регги. Вообще по-русски его называют Риджис или Реджис. Но правильнее все-таки называть Риджис, если сравнивать с написанием и произношением улицы Риджин-стрит. Это английский морской курорт в западном Сассексе, который находится на берегу Ла-Манша. Он имеет 8-километровый пляж и является местом отдыха и оздоровления англичан. В средние века на этом месте возникла рыбацкая деревня под названием Богнер, которая в 18 веке превратилась в морской курорт. Многие здания здесь, такие как Домхаус, нынче педагогический колледж, были построены в георгианском стиле. С 1929 года это место называется Богнер Риджис, что означает королевский Богнер. Латинское слово Риджис от родительного падежа Рейх означает король. Видимо, потому что именно здесь, в этом месте, король Георг V вылечил очень серьезную болезнь. Он страдал легочными заболеваниями и болел то, что мы называем сейчас бронхитом и пневмонией. Несколько раз его состояние было крайне тяжелым. Умер он в возрасте 71 года в Сандрингеме. И лишь спустя 50 лет стало известно, что его персональный врач по собственной инициативе совершил эвтаназию впавшего в кому после тяжелого бронхита короля, собственноручно введя ему морфин и кокаин. Так что, возможно, именно в этом отеле и останавливался король Георг V. Но мы же вышли на улицу и пошли гулять по набережной под дождем. Практически никого не встретили, только собачники выгуливали своих собак. Есть такая поговорка, хороший хозяин свою собаку в плохую погоду не выведет на улицу. Но гулять собакам надо, делать свои дела. И собачники, как и в любом курортном городе, выходят утром на прогулку, кто-то на пробежку и выгуливают собак прямо по набережной. И я засняла некоторые моменты, ну потому что в городе практически нечего было делать. Там одна набережная, а музей, достопримечательности, это, наверное, было в другую сторону от вокзала. Но мы туда не пошли. Мы решили просто понаслаждаться природой, морем. Несмотря на дождик, мы прогулялись по достаточно большому красивому саду. Там расцветали разные цветы. Я поснимала отдельно крокусы, еще какие-то разноцветные, красивые такие. И свежие, прямо дышащие, новой жизнью растения. Там порассматривали дизайн, оформление этого сада. Были выложены какие-то разноцветные плиточки. На них были нарисованы яркие картинки. Так просто ходили, наслаждались природой и погодой. Дождик перестал идти. И мы направились в другую сторону, в сторону пирса, посмотреть, что там происходит, что мы можем, чем заняться, куда сходить. В общем, так шатались без дела, так скажем. Там, на самом краю пирса, рыбачили рыбаки. Мы понаблюдали за ними. Прямо самая погода для рыбалки. А нам лучше бы было сидеть дома, наверное, так. Ну, то есть, в курортный город надо ехать летом, а не в марте. То есть, делать там, в принципе, было нечего. Единственное, там есть еще парк развлечений, куда родители, видимо, приходят с детьми поиграть в мини-гольф. Он очень красиво оформлен в таком стиле, с витринными мельницами, какими-то бочонками. Мы понаблюдали, тоже я все поснимала. Пошли дальше гулять. Там увидели вот такую вот синюю беседку. Тоже сфотографировались на ее фоне. В общем, так, просто прослонялись и понаслаждались природой и морем. Ну, естественно, море – это самое главное. Ради чего мы едем на морской берег Англии. Ну, и в 4 часа уже был наш поезд. Мы добрались до вокзала, сели и поехали обратно в Лондон. Вот таким было наше мартовское путешествие в 2017 году на южный берег Англии. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!